Здравствуйте! В эфире 12-го канала новости в студии Любовь Фёдорова. И смотрите в этом выпуске. Все сроки вышли. Почему запуск тепла в Омске проходил со скрипом? Бардак устроили, а наводить порядок некому. Суд решил, кто уберет три крупных свалки в подгородке. Ленинград растопил лед новой арены. Выступление группировки Сергея Шнурова стало не только эпичным, но и символичным. Черный пиар тоже пиар. Злая ирония столичных юмористов вызвала ажиотаж на омский ноутбук. Обзор отечественного лэптопа на 12-м канале. Мобилизованным амичам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. О решении ввести единовременную денежную поддержку призванным вооруженные силы в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Бурков. Он отметил, что региональный Кабмин уже определился с источниками финансирования. Выплаты будут перечислять на банковские карты мобилизованных. Глава региона также сообщил, что дополнительно направил в российское правительство обращение о выделении нашей области федеральных средств, чтобы увеличить размер выплат до уровня других регионов. Время на старт отопительного сезона в Омской области истекло. К сегодняшнему дню все здания должны были подключить к теплу. Эта работа, напомню, началась две недели назад. В первую очередь батареи стали горячими в социальных учреждениях, после – в жилых домах. Но без сбоев не обошлось. В некоторых случаях подвели коммуникации, медлили и управляющие компании. Как отметили в мэрии, аварийные ситуации старались оперативно решать. В итоге соцобъекты и жилой фонд подключены на 100%. Без тепла пока остается несколько адресов. Здесь проводят повторный запуск и настраивают температурный режим. Специалистам главного управления лесного хозяйства предстоит убрать стихийные свалки в Омском районе. Накануне Куйбышевский суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ведомство навести порядок. Напомню, ранее правоохранители обнаружили сразу три стихийных полигона. Оказалось, что мусором неизвестные захламили около 9 тысяч квадратных метров территории вблизи деревни Подгородка. По словам лесников, во всем виноваты местные жители. Они несколько лет вывозили сюда бытовые отходы. Но поскольку виновные за руку не пойманы, наводить порядок придется специалистам лесного хозяйства. А это серьезные денежные затраты, которые должно найти ведомство. Ведь финансирование из федерального бюджета на эти цели не предусмотрено. Проехать с Зайцем в Омском автобусе с валидатором не получится. На маршруте появились контролеры. Внешне они ничем не отличаются от обычного пассажира. Никакой спецодежды или формы, сумки, как у кондуктора и других опознавательных знаков. Время от времени, каждые 7-10 минут, анонимный контролер неожиданно начинает проверять у пассажиров оплату. Делает это с помощью специального устройства, ридера, который считывает транспортные и банковские карты. На экране девайса видно, оплатил пассажир проезд или нет. Напомню, что автобусы с валидаторами сейчас курсируют по 78 маршруту. Электронные кондукторы в скором времени появятся и на других направлениях, заявили в мэрии. Омский капитан, которого взяли с поличной, в момент кражи топлива пойдет под суд. Следователи передали уголовное дело служителям Фемиды. Напомню, 38-летнего капитана теплохода задержали в Большевеченском районе. По версии правоохранителей, он похитил почти тонну судового топлива. По ночам подозреваемый перекачивал горючее из топливного бункера корабля в металлические бочки, а после продавал. К моменту задержания капитан теплохода таким образом успел выкачать 960 килограммов дизельного топлива. Шланг, протянутый от судна, автомобиль, газель, шланг, находится непосредственно в бочке. Расследование уголовного дела завершено. Его рассмотрит Большевеченский районный суд. Экс-капитану грозит до 6 лет колонии. Горячее шоу на льду на новой G-Drive-арене выступила группировка «Ленинград». Отмечу, что это первый в истории спорткомплекса концерт. Эпатажный Сергей Шнуров собрал тысячи фанатов. Символично, что на старой арене, перед тем, как ее демонтировали, выступал именно «Ленинград». Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов тогда даже пошутил, что Шнур сломал Ледовый дворец своей энергетикой и взял с него слово спеть на новой арене первым. И вот обещание выполнено. С подробностями Никиты Гайдаш. Мы находимся в месте, особенном, пожалуй, не только для болельщиков хоккея, но и для всех омичей. Новенькая G-Drive-арена, открытие которой весь город ждал долгих 4 года. И ее открытие получилось таким же масштабным, как и сам спорткомплекс. Сначала «Авангард» здесь провел свой первый домашний матч в сезоне. После здесь выступили звезды мирового фигурного катания, устроили свое шоу и тоже поразили омичей. Но сегодня здесь зажигает легендарная группировка «Ленинград». И мы готовы показать, как это было. Первый концерт на новой арене и сразу аншлаг. Все 10,5 тысяч билетов проданы, а на месте ледовой площадки бесконечное море фанатов Ленинграда. Омичи сегодня услышали не только новые песни группировки, но и самые легендарные, которыми питерские музыканты прославились еще на старте карьеры. Под сводами арены прозвучал знаменитый адрес прописки Сергея Шнурова. Это выступление стало первой проверкой на прочность для новой арены в качестве концертной площадки. Зрители смогли по достоинству оценить световое и звуковое оборудование. Те, кто оказались здесь впервые, а таких большинство, получили двойные эмоции. И от творчества любимых исполнителей, и от масштабов спорткомплекса. Это очень круто, очень красиво, очень грандиозно, просто великолепно. Я в восторге, честно. Мне очень понравилось. Восторг. Арена супер вообще. Шок. Вот эти трибуны, которые сверху, вот это все, это вообще нечто. Это достойно. Любопытно, что именно Ленинград стал последним коллективом, выступившим на старой арене Омска. Теперь первым открывает новый спорткомплекс. И это несмотря на то, что в последнее время группировка гастролирует редко. Выступление в Омске всего лишь второе за год для банды Шнурова. Самые преданные фанаты музыкантов из Петербурга остались в восторге. На Ленинград ходим не первый раз, поэтому то, что ожидали, у них лучший концерт, лучшая организация. Но арена – это любимое место. Поэтому мы любим арену и рады, что оно открылось. Я на концерте Ленинграда уже в третий раз. Я был и в Москве на концерте, и в Краснодаре, и в Омске. Отличное впечатление, как всегда, группа на высоте. В принципе, здесь большая площадь, очень чисто звучит. Даже на такой большой площади, как сейчас. Концерт продлился почти два с половиной часа. А мечи настолько не хотели отпускать любимых исполнителей, что Ленинград несколько раз исполнял свои хиты на бис. После такого зажигательного шоу с уверенностью можно констатировать. G-Drive Arena открыта и уже совсем скоро будет ждать своих главных гостей – болельщиков Омского авангарда. Именно тогда арена заживет настоящей хоккейной жизнью. Уже 8 октября здесь «Авангард» начнет свою первую в сезоне домашнюю серию игрой с магнитогорским «Металлургом». Эту встречу вы обязательно увидите в прямом эфире 12 канала. Остается только пожелать болельщикам и, самое главное, хоккеистам отличного сезона на новой арене. Никита Гайдаш, Матвея Лемский, 12 канал. Историческое здание кадетского корпуса в центре Омска передано в собственность города. Как сообщает ряд информагентств, это следует из выписки Росреестра. Ранее памятник архитектуры принадлежал Министерству обороны. Гороадминистрация собирается провести экспертизу сооружения, чтобы решить его дальнейшую судьбу. Теперь содержание исторического здания ложится на городской бюджет. Напомню, здание Омского кадетского корпуса, которому уже 200 лет закрыли летом 2020 года из-за аварийного состояния. Меньше чем за год на Левобережье построили новый корпус. Исторический комплекс временно законсервировали. В концертном зале наградили омских педагогов за многолетний труд и преданность профессии. Праздник посвящен Дню Учителя. Как известно, каждый человек – политик, шахтер, айти-специалист начинает свою карьеру со школы. В концертном зале собрались учителя из Омска и области. Те, кто уже долгие годы учит ребят и молодые специалисты. Министр образования региона Татьяна Дернова призвала педагогов никогда не предавать выбранную профессию. Это нелегкий, зачастую круглосуточный, но важный труд. Кроме того, награды получили и 14 лучших учителей Омской области. У каждого, наверное, успех разный. Но за себя я могу сказать, что все-таки любовь к профессии, которую вырабатывали мои родители, которому я шел сам. Взаимоважение вместе к коллегам, любовь к детям. Ну и, конечно же, труд трудиться, еще раз трудиться. Нет ничего лучше, чем каждый день приходить к детям. Чем каждый день видеть, как они меняются. Меняются в лучшую сторону благодаря вам. Только умная страна может быть великой. Только умная страна может гордиться достижениями своей науки, своей системы здравоохранения. Всем тем, из чего строится жизнь каждого человека. Сегодня в центре города установят памятник герою омских сказок. Статую Омыча создал скульптор Андрей Юдин. По словам дворца, персонаж фольклорных повествований омского писателя Александра Каратенко олицетворяет дух нашего города. Статуя разместится вблизи одного из торговых центров на улице Пушкина. Это подарок Омску от меценатов. Над скульптурой Андрей Юдин работал с февраля. Омыч-сказочник держит в руках книгу мудрости. Прикоснуться к ней и напитаться знаниями сможет каждый. Его сопровождают белка, которая символизирует душу, и кот, олицетворяющий разум. Я долгое время занимался реставрацией, ну и сейчас продолжаю заниматься реставрацией памятников архитектуры, скульптур. Вот, но душа просила самовыражение. И тут совпало такое, что поступил заказ. Вот, и я решил сделать вот такую вот уже достаточно серьезную, сложную работу. И, ну, как я считаю, я справился с этим делом. Добавлю, что памятник Омычу сначала планировали установить возле здания историко-краеведческого музея. Но в итоге решили на улице Пушкина. Первый ноутбук омского производства готовится принять бой от импортных конкурентов. Инженеры рассказали, что закончили сборку. Модель состоит из российских аналогов, импортных запчастей, даже сердце техники, отечественный процессор «Байкал-М». Уже к концу года лэптоп должен появиться на полках магазинов. Разработчики уверены, их детище составит достойную конкуренцию с зарубежным моделем. Все подробности у Ангелины Руновой. А что значит российский ноутбук? Он в березовом корпусе? Корпус не деревянный, но в том, что максимально отечественный. Сомневаться любителям юмористических шоу не стоит. Вместо импортных запчастей – отечественные аналоги. Комплектующий ноутбук из разных уголков России. Но особая гордость – начинка продукта, сердце техники – русский процессор «Байкал». Процессор «Байкал-М» – это отечественный процессор, отечественные архитектуры. И материнская плата с использованием этого процессора также производится у нас в России. По регионам, наверное, основные – это Московская область, это Зеленоград, это у нас Калининград. И, конечно, львиная доля по корпусной части и частично по печатным платам – это омские предприятия. Когда западные бренды ушли с российского рынка, стало ясно – надежнее отдавать предпочтение продукции отечественного производства. Тогда у омских инженеров и родилась идея проработать вопрос импортозамещения и собрать свой ноутбук. На создание инженерного образца ушел без малого год. В итоге команда внесла значительный вклад в цифровой суверенитет нашей страны. Матрица, клавиатура, тачпад – они импортные, но остальные компоненты российские. Использование российских процессоров, таких как Байкал, Эльбрус, требуется для возможности использования ноутбуков в критической инфраструктуре, где необходима бесперебойная работа, вне зависимости от каких-то внешних факторов хакерских атак на аппаратное обеспечение. Прежде модель отличала напечатанный на 3D принтере корпус. А теперь первая версия российского ноутбука – без пяти минут музейный экспонат. Создатели учли недостатки прототипа. Футляр второго омскбука сделали из алюминия. Этим самым он получился легче на килограмм. Россия прежде производила ноутбуки, но военные. А теперь стараниями о мечей появился продукт для гражданского рынка. Производство уже на финишной прямой. Я считаю, практически завершена. Сейчас вопрос отработки технологических процессов для того, чтобы его производить быстро, серийно, с предсказуемым качеством, с предсказуемой скоростью. Легкий и энергоэкономичный омская модель, уверяют создатели, выдержит конкуренцию с ведущими флагманами микроэлектроники. А после того, как творение мечей неделю назад стало предметом шуток на федеральном телеканале, спрос вырос совсем не шуточный. Были некоторые опасения по поводу того, что юмор где-то может быть злым. Но я подумал, что в конечном итоге зритель сам будет решать. Но, в общем-то, к моей неожиданности шутки были достаточно добрыми. И можно сказать, что ведущим продукт понравился. И зритель по достоинству оценил новинку. Творцов Омскбука уже атакуют звонками и предзаказами. Стоимость модели пока что оценивается в 160 тысяч рублей. Но это цена за штучное производство. Когда омский ноутбук поставят на поток, и этот показатель станет конкурентоспособным. Создатели надеются, что уже к концу года товар появится на полках магазинов цифровой техники. Ангелина Рунова, Владислав Осинцев, 12 канал. В эту субботу отмечается Всемирный день хосписной и палеотивной помощи. Ежегодно он приходится на вторую субботу октября. Слово «палеотив» с латинского переводится как «покрывало» и имеет значение «временной помощи». Для нашей страны это относительно новое направление. Оказывать ее начали с 2014 года. В нашей области координационный центр палеотивной помощи находится в городской больнице номер 17. Здесь заботятся о тех, кто перенес инсульт, инфаркт, страдает онкологией, циррозом печени и другими недугами. Чтобы попасть в палеотивный центр, нужно получить заключение о врачебной комиссии и территориальной поликлинике. Сегодня такой вид помощи оказывают три городских больницы – 17, 9 и 6. Есть и выездные бригады, готовы принять пациентов и в нескольких районных больницах. Сейчас лицензию получают еще несколько медучреждений. Планируем практически в каждой поликлинике, чтобы у нас было такое подразделение. Это позволит существенно увеличить охват пациентов, которым мы оказываем такую помощь. Здесь есть помещение, персонал необходимый, оборудование в соответствии с стандартам. Тоже все имеется. В течение нескольких лет у нас будут за счет федеральных средств закупки медицинского оборудования для обеспечения подразделений палеотивной медицинской помощи. В выходные в Омске начнется неделя экспериментального театра. Для участия в форуме в наш город приехали артисты из восьми городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Томска и других. Всего 13 коллективов. Постановки пройдут с 9 по 16 октября. В этом году форум посвящен чтению. Зрители смогут не только посмотреть выступления артистов, но и поучаствовать в открытых обсуждениях постановок. Торжественное открытие фестиваля пройдет уже в это воскресенье, 9 октября, на сцене Центра народного творчества имени Малунцева. Добавлю, что заявки на участие в фестивале подали 57 коллективов и лишь 13 прошли отбор. Сразу два проекта 12 канала вышли в финал Всероссийского телевизионного конкурса. Жюри ТЭФИ «Регион» высоко оценили документальный фильм Светланы Веретейниковой «Михаил Врубель. Подняться над земным». Его съемки проходили в Омском музее, где хранится триптих художника «Цветы» и в Третьяковской галерее в Москве. Еще одна наша работа, которую отметили эксперты жюри – художественный фильм 12 канала «Я иду тебя искать». За основу режиссер Андрей Кириллов взял реальную историю мальчика, потерявшегося в лесу. Двухчасовая картина рассказывает о работе поисково-спасательного отряда. Заключительный этап конкурса ТЭФИ «Регион», где будут названы победители, пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 ноября. Могут установить новый рекорд по победам. Омские «Крылья» заканчивают домашнюю серию матчей игрой против Зауралья. Сибиряки одержали пять побед подряд и в случае успеха установят новый личный рекорд. Впрочем, уже сейчас «Крылья» считаются одним из открытий чемпионата ВХЛ, а мячи оказались самой результативной командой в лиге по игре в большинстве и меньшинстве. Защитник Дмитрий Сергеев – лучшим среди игроков обороны по набранным очкам. Отличился и вратарь Андрей Мишуров. Он на шестом месте среди всех голкиперов по коэффициенту надежности. Подтвердить свой статус «Крыльям» предстоит сегодня на домашнем льду Академии «Авангард». Матч против Зауралья начнется в 19 часов. Темочная группа 12-го канала проведет прямую трансляцию, которая будет доступна зрителям на YouTube-канале ВХЛ. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на YouTube. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Если радио, то максимум 105FM в Омске. В компанию «Межрегионстрой» для выполнения работ по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Эрдыш требуются инженерно-технические работники, бетонщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, электросварщики ручной сварки, машинисты бульдозера и экскаватора, водители автомобиля. Телефон 8904-323-2095. 8904-323-2095. И о погоде. Завтра, 8 октября, в Омске облачно. Ночью до плюс 11. В дневные часы потеплеет до 14 градусов. В районах переменная облачность, небольшой дождь. В ночные часы плюс 8, плюс 9. Днем до 14 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей. Смотрите в 17 часов. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok